Мы с вами находимся в жилом районе Полярный. Это самый северный район Абакана, о чем не устает напоминать вот этот Мишка. Но вопреки названию, как говорят сами местные жители, здесь всегда царит теплая и уютная атмосфера, во многом благодаря двум героиням очередного выпуска рубрики «Команда Абакана». Вот это мой кабинет. Я в этом кабинете проработала 18 лет. Да-да, именно в этом кабинете Римма Байкалова, которая вот уже 19 лет староста жилого района Полярный, провела сотни уроков. Мальчишки и девчонки приходили, заканчивали школу, их место занимали новые, обычная школьная жизнь, которая однажды привела к неожиданному предложению. Мне было предложено выборы в старосты. Сначала я перепугалась, думаю, как я справлюсь или нет, а потом подумала, а ты чего боишься? Тебя в школе поддерживали учителя, поддерживали твои ученики, которые живут в твоем микрорайоне и будут оказывать такую же поддержку. И на самом деле, что вся помощь идет мне от педагогического коллектива. Словом, школа номер пять как была, так и осталась вторым домом для Риммы Даниловны. Собственно, именно здесь она и познакомилась с Еленой Гоман, без которой сегодня не реализуется ни один проект в Полярном. Вместе Римма Даниловна и Елена Прокопьевна организовывают субботники, праздники, в общем, как в старой доброй пословице «ниточка с иголочкой». Темы у нас с Риммой Даниловной есть и личные. Мы общаемся, мы вспоминаем и наши времена, когда мы в молодости работали, программы, по которым работали. У нас есть общие темы. Есть о чем поговорить, есть о чем обсудить и поделиться. Возможно, и радостью, возможно, какими-то неприятностями. Я иногда беру как у старшего товарища и советы. Елена Прокопьевна работает 11 лет и у нас с ней изначально установились не только рабочие отношения, а даже дружеские отношения. И вот такое понимание, когда заходишь в кабинет и знаешь, что им некогда, им не до меня. Столько у них мероприятий. Но она внимательно выслушает и скажет, и так, что Римм Даниловна вам на сей раз нужно. Работы в районе, признаются нашей героине, конечно, хватает. И с каждым годом ее становится все больше и больше. Впрочем, подруги только рады, ведь это означает, что полярность живет, развивается. Да, есть проблемы, да, есть вопросы, но вполне решаемые. Главное, что район остается все той же уютной поляркой. Вот я пришла, здесь было 350 человек. За 11 лет под 900 стройки. Посмотрите, как у нас население пребывает, благоустройство какое-то. Да, самое главное, сейчас мы направлены на то, чтобы благосостояние нашего человека улучшалось. И мы стараемся. Чистый двор, чистый микрорайон, добрые люди, мероприятия, на которых мы дружны, веселы, горды за свою школу, за свой микрорайон. Но пора заканчивать визит в школу. Рабочий день Риммы Даниловны еще не окончен. Впереди традиционный обход района. Нужно проверить, все ли в порядке, нужно пообщаться с жителями. Только так в постоянном контакте с людьми староста может выполнять свою работу. Все те наказы, замечания, которые передаются старости, мы передаем администрации города. И многие, большинство проблем решается. У нас в микрорайоне есть предприятия, которые по первому зову приходят на помощь. Это спецавтобаза Литвинов Павел Евгеньевич. Это парковое хозяйство. Это Кузнецот Василий Николаевич, который водоканал. Это наш истинный друг. Главное это то, что люди, желая жить в нашем микрорайоне, они желают блага всему городу. И надеются, конечно, на команду города Абакана. Вот так. Каждый на своем рабочем месте, члены команды Абакана делают наш город лучше. Через 10 лет Полярный будет не узнать, делится Римма Байкалова. Впрочем, так и должно быть. Главное, чтобы дух района сохранился суровый, север все-таки, но добрый.